Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я в этом уверена. Общественная палата существует с 2009 года, но не все рязанцы, к сожалению, знают, чем она занимается. Расскажите об основных направлениях работы. На самом деле это небольшой срок для того, чтобы новый, совершенно новый такой общественный институт, как общественная палата региональная, заявила о себе, чтобы все о ней узнали. Но мы стараемся соответствовать тем требованиям, которые заложены в законе об общественной палате. Эти общественные палаты уже в новом формате существуют при всех, во всех субъектах Российской Федерации. И мы в числе первых создали эти общественные палаты. За это время палаты меняли несколько и направления своей деятельности, меняли принципы формирования. Но при этом общественные палаты, как в момент своего создания и сегодня, призваны быть неким рупором мнения людей, мнения общественности перед властью. Общественные палаты призваны быть такой открытой площадкой для широкого диалога, в ходе которого формулируются интересы гражданского общества, интересы отдельных социальных групп перед органами власти. И не случайно именно этот подход к деятельности может и должен сделать общественную палату таким заметным институтом гражданского участия в процессах выработки решений властью, в процессах анализа, за исполнениями этих решений. Собственно, это и есть, отвечая на ваш вопрос, направление деятельности общественной палаты. В последние годы после принятия закона об общественном контроле, а это состоялось буквально не так давно, но именно на общественную палату региональную возложены функции организации общественного контроля за выполнением общесогласованных, важных решений. Поэтому сегодня общественная палата, это ее главная функция, должна стать признанным авторитетным органом общественного контроля. Вот таковы функции как региональной общественной палаты, так, кстати, и федеральной. Она тоже только сейчас сформировалась, и в июне состоялось первое заседание общественной палаты Российской Федерации. Поэтому нам придется выстраивать отношения с новым составом Федеральной общественной палаты, выстраивать, собственно, не отношения, а вот выстраивать направление деятельности, находить эти направления деятельности. Мы думаем, что мы сможем вместе работать слаженно в интересах граждан, в интересах общества нашего, Рязанского. Расскажите, каких успехов уже удалось добиться, может быть, каких-то значимых изменений? Ну, вы знаете, говорить об успехах в условиях тех больших проблем, которые волнуют людей, я думаю, это абсолютно неправильно. Мы не стремимся поставить какие-то рекорды или взять какую-то высоту. Что будет определять качество работы? Это умение членов общественной палаты слышать голос граждан, слышать те больные точки, чувствовать напряжение в обществе. И стремиться вот эти напряжения, этот голос донести до власти с тем, чтобы не допустить никаких серьезных напряжений. Поэтому важно и людям, и членам палаты своевременно обсуждать наболевшие вопросы. И в этой связи я не могу не сказать о том, что вот даже в этот период формирования нового состава, на периоде формирования нового состава федеральной общественной палаты, мы, как мне кажется, вместе с региональной властью показали эту нашу настроенность, вот на этот правильный резонанс с гражданским обществом. К нам приезжал сегодня избранный руководитель общественной палаты Российской Федерации Фадеев Валерий Александрович со своим уже сегодняшним заместителем. И вместе с главой нашего региона Николаем Викторовичем Любимовым на площадке нашей библиотеки проходил большой круглый стол, который имел вот такой слоган «Что не так?». И мы обсуждали эти проблемы, острые проблемы, которые волнуют людей. И уже после этого обсуждения глава региона Николай Викторович, руководитель органа исполнительной власти, приняли решение в интересах граждан и были сняты некоторые острые проблемы. Это касалось и точечной застройки в городе, и незаконному сокращению ряда парковых территорий внутри города. Это и решение по солодче, которое было принято. Это и решение по широкому обсуждению нового генерального плана по городу Рязани. Это и вопрос по концессии водоканала. Эти решения состоялись, были приняты региональной властью после изучения ситуации. И после того, как в том числе и с участием членов Федеральной общественной палаты, Региональной общественной палаты, эти вопросы были озвучены. Вот главным, так скажем, вектором нашего движения и залогом успехов, возможно, может быть вот эта взаимная согласованность в действиях, в интересах граждан, в интересах нашего населения, Рязанской области и города Рязани. В общественной палате состоит 32 человека. 30... 36. Уже больше с этого года. Нет, 36 и... 36. 12 от... выдвинутые по предложению губернатора, 12 выдвинутые по предложению депутатов Рязанской областной думы и 12 избранные членами общественной палаты по заявлениям, которые к нам поступили. 36 человек. В этом году состав обновился практически на треть. Расскажите, с чем это связано и чего ждете от нового состава? Вы знаете, это естественный процесс обновления. Наша общественная палата обновилась и в конце, где-то за полгода, за месяцев, за восемь, до завершения предыдущего срока, потому что часть членов палаты перешли работать кто, были избраны депутатами, перешли в органы исполнительной власти и не могли уже по закону в общественной палате находиться в ее составе. И поэтому процесс обновления идет постоянно. Пришли новые люди, но это не значит, что люди неизвестные пришли. Наоборот, членами общественной палаты, как и прежнего состава, так и новые ее члены. Это хорошо известные люди в нашем Рязанском регионе. Они известны не только у нас, но и за пределами региона. Поэтому мы надеемся, что с приходом новых людей будут намечены какие-то новые, появятся новые взгляды на ситуацию, новые подходы к решению той или иной проблемы. Появятся некие новые предложения, и мы их уже получаем. Вот сейчас, когда формируется план работы, как комиссии общественной палаты, мы их создали 9 комиссий, извините, 8 комиссий. И уже они сформированы. Сейчас члены палаты работают над как раз определением этих болевых точек в каждой сфере и проблемных вопросов для того, чтобы именно их сделать предметом своей деятельности, решения этих проблем, которые волнуют людей. Так что, я думаю, настроение у членов палаты боевое. Люди опытные, энергичные, профессиональные, авторитетные. Поэтому работать, я думаю, будет интересно, но и очень ответственно. Какие цели вы перед собой ставите в новом, можно так сказать, сезоне? В связи с новым положением, изменениями в закон об основах формирования общественной палаты, срок полномочий нашей палаты продлен с 2 до 3 лет. Вот в этом составе палата будет действовать до июня 2020 года. И мы формируем план своей деятельности на текущий год, вот в нашем случае, до конца 2017 года. Этот год, как известно, объявлен годом экологии. Тема экологии очень волнует наше население. И поэтому эти проблемы в центре нашего внимания. Например, вчера мы по инициативе Рязанской областной прокуратуры в наших совместных усилиях это событие было запланировано. И общественной палатой, и библиотеке Горького. Мы проводили большой такой форум по проблемам экологии в Рязанском регионе. В ноябре мы будем рассматривать проблему с состоянием воздушного бассейна города Рязани. И масса других у нас планов, связанных с экологической проблематикой. Это, конечно, одна из первоочередных и очень волнующих наших людей тем. Но, помимо этого, и другие вопросы будут находить отражение в нашей деятельности. Ну, вот, например, буквально в понедельник, 3 июля, состоится под эгидой общественной палаты Рязанской области, военно-исторического общества, круглый стол, связанный с проблемами фальсификации итогов Великой Отечественной войны. Он приурочен к 75-летию начала Сталинградской битвы. И на площадке общественной палаты будет обсуждаться с участием историков, ученых, педагогов, общественных деятелей вот эти важные проблемы, которые волнуют сегодня и население, и прежде всего активных граждан нашего региона. Ну, и масса интересных идей, предложений будет реализована до конца этого года. Поэтому и тема празднования столетия Русской революции, Октябрьской революции, будет отмечена таким научным форумом. Большие мероприятия в нашем регионе будут организованы по случаю 160-летия со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского и других юбилейных дат. В них также примет участие общественная палата. И много текущих вопросов в повестке работы нашего вновь избранного органа. Помимо общественной работы вы также являетесь директором библиотеки имени Горького, которая не перестает нас радовать. Расскажите, чем удивит рязанцев она этим летом? Я бы сказала наоборот. Я все-таки являюсь директором, а помимо основной работы у меня есть общественная работа, хотя каждая из них занимает фактически целый рабочий день. И сил нужно очень много. Библиотека сегодня ведь не просто место, где выдается книга, хотя это наше главное назначение. И поэтому это сегодня и рязанцы уже привыкли воспринимать нашу библиотеку как важнейший культурный центр региона, интеллектуальный центр. Поэтому даже летом мы не закрываемся для наших читателей. И у нас нет ни одного выходного дня. Вот я хочу об этом сказать. В общем, немногие библиотеки в стране так работают. У нас много впереди интересных встреч, интересных проектов, поэтому заходите к нам на сайт в нашей библиотеке, приходите в наше красивое здание в центре Рязани, и вы обязательно получите всю информацию. Наталья Николаевна, спасибо большое, что пришли к нам в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была директор научно-универсальной библиотеки имени Горького и председатель общественной палаты Рязанской области. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова